Визит Юрия Трутнева на Сахалине стартовал с приятной нотой. Нескольким островитянам полпредпрезидента лично вручил награды за помощь в ликвидации последствий ледяного дождя, который обрушился в минувшем году на Приморье. Сразу после стартовали совещания. Одно из первых посвятили транспортной доступности региона в частности и Дальнего Востока в целом. Аврори, например, помогут с обновлением парка самолетов. Нужно просто поменять парк, сделать его однотипным для того, чтобы было хорошо организовано обслуживание, сделать его новым, надежным. Вот эта работа тоже в правительстве будет продолжаться. Следующий повод для обсуждения – развитие островов Курильской гряды и их особый налоговый статус. Юрий Трутнев анонсировал дополнительную помощь бизнесу, который зайдет на Курилы в статусе инвестора. Например, у нас есть разработанный по поручению Владимира Владимировича Путина инструмент «Инвест-квот». Он уже себя на Дальнем Востоке очень надежно, так скажем, доказал свою эффективность. Если у нас строятся заводы рыбоперерабатывающие, строятся суда, мы его включим для этого режима. То есть мы тоже выделим квоты под строительство перерабатывающих мощностей на Курильских островах. Полпред также отметил, готовиться к встрече инвесторов нужно прямо сейчас. Законодательную базу для введения особого режима экономического развития на Курилах уже разработали. Осталось ее принять. В рамках совещания в правительстве области Юрий Труднев назвал основные льготы для инвесторов промышленной отрасли на Курильских островах. Помимо освобождения отряда налогов, бизнесу предложат сниженную ставку страховых взносов 7,6%. Поближе познакомился вице-премьер и с островной медициной. Полпред побывал в консультативно-диагностическом центре, который сегодня обрастает новыми корпусами. Уже сейчас удалось сократить время пребывания пациентов на обследовании. На полный осмотр уходит 4 часа. В такие показатели поверить на слово сложно. Поэтому Юрий Труднев поручил областному Минздраву проработать аналитический доклад. Насколько конкурентна сахалинская медицина в сравнении с зарубежными, например, южнокорейской. Презентовали зампредуправительство России и новый стационар при КДЦ. В нем пациентам надо будет задержаться всего на сутки. За это время они пройдут необходимые исследования и даже лечения. Заложены операционные, две большие операционные под современные требования. Здесь даже также будут проходить наши чекапы уже в новых стенах. И мы рассчитали, что порядка где-то 300-350 человек в сутки мы можем здесь обследовать. Визит Юрия Труднева на Сахалин стартовал в четверг и продолжался всю пятницу. За это время полпред вместе с руководством островного региона провел еще несколько важных совещаний, чтобы совместными усилиями определить пути развития региона. Данил Поршуков, Мария Кондиус, Владислав Зайцев, телекомпания ОТВ.